Приветствую вас. Речь идёт в данном случае о том, что человек не чувствует любви к своему второму ребёнку. Говоря о том, что он ещё во время беременности чувствовал тревогу. А после рождения ребёнка, если я всё правильно понял, чувствует теперь, что совершила ошибку. Вот. Чувствует себя ограниченно очень. Чувствует себя очень не свободной, зажатой. Вот. И, соответственно, не может общаться со своими подругами, потому что у них есть тоже дети, они не могут проводить время. И не могут общаться с другими мамочками, потому что ей не интересно обсуждение детей, обсуждение того, чему они научились. И так далее. Я здесь, по сути, просто цитирую то, что пишет человек. Вот. Соответственно, вопросов здесь у нас нет. То есть человек просто рассказывает о своём состоянии. Вот. И первое, что хочется сказать, это, собственно, а где вопрос? В чём ваш вопрос? Чего вы хотите? Какой запрос к нам, к специалисту? Какую проблему хотите решить? Ну, наверное, заставить вас полюбить. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. И вы понимаете, что мы не можем. Потому что, ну, не любите, значит, на данный момент не чувствуете любви. Что здесь поделать? Ничего с этим не поделать. С другой стороны, сложно любить из-за вот этого ощущения, что вы ограничены. Из-за ощущения, что вас будут осуждать. А вы об этом говорите, что вы не можете поделиться как бы своими переживаниями, потому что боитесь осуждения. Вот. Что здесь нужно выделить? Выделить нужно, пожалуй, отсутствие у вас личных границ. Личных границ между вами и, вероятно, ребёнком и вашими детьми. Отсутствие личных границ между вами и, скорее всего, вашим мужем, по крайней мере, я так думаю. Потому что у вас не получается, судя по тому, что вы говорите, распределить, ну, как-то вот обязанности, да, чтобы у вас было время заниматься тем, что вам нравится. Вот. И в этом смысле, конечно же, мой коллега, Кудряшов Игорь Леонидович, ещё довольно верно подметил, что работать вам нужно именно вот в этом направлении. направлении именно того, чтобы психологически расширяться в направлении того, чтобы позволять себе как-то вот, ну, быть той, кем вы есть, да, и не пытаться быть той, кем вы не являетесь. Мне кажется, что дети, вот, для вас это именно такой, такой ограничитель. Ну и, конечно же, если мы говорим о том, что дети это ограничитель, то на ограничитель человек, как правило, реагирует, ну, так примерно, как реагируете вы. А чем, на что здесь хочется обратить ваше внимание? В первую очередь, вы говорите. Мой муж не настаивал на родине ребёнка, просто я решил, что пора. Вот что значит пора? Счетом того, что вы описываете, я бы предположил, что речь идёт, вероятно, о том, что, ну, чтобы соответствовать. То есть, ну, пора, если я не рожу второй раз, то вот, ну, как бы, да, со мной что-то не так. И вот мне кажется, мне кажется, что вот этот вот страх осуждения, который у вас есть и который вы описываете в, ну, немножко другом, конечно, контексте, мне кажется, что он же присутствует и здесь, этот страх. Он присутствует и в том, чтобы, ну, вот, что вы хотели родить второго ребёнка. То есть вы родили второго ребёнка не потому что хотели, а потому что пора. Что значит пора? Ну, не знаю, как вам, но мне, например, лично, вот, ваше, ваше такое описание. Описание, да, того, что пора ни о чём вообще не говорит. Вот от слова совсем. То есть я, ээээ, я не понял, что вы имеете в данном случае в виду. Что вы подразумеваете под тем, что пора. Пора кому, пора для чего, вот, пора почему. То есть, понимаете, как бы пора – это вот как раз история про то, что должна. И, соответственно, на этом я снова и с вашей взаимодействием с людьми. Должна. Не хочу. А должна. Должна. И вы можете, ээээ, ну, как бы, здесь, эээ, как мне кажется, начать подражать. В том смысле, что говорить, эээ, что-то, что-то типа того, эээ, что, ну, вот, надо, вот, как бы это необходимо и так далее. Вот. Эээ, понимаете, да? И вот, соответственно, вот, эээ, в этом направлении я бы рекомендовал вам двигаться. То есть, как бы, работать здесь, эээ, тем, именно, что вы, некий долг, даже абстрактный. Ээээ, ставите выше себя, выше своих желаний и нарушаете, ээээ, в общем-то, свои личные границы. Вот. Да. Эээ, ребёнка вы уже родили. Но, не смотря на ребёнка, вы можете начать жить своей жизнью. У вас появится ресурс для того, чтобы, возможно, давать ему какую-то любовь. Не обязательно любовь такую же, как первую. То есть, тут, опять же, нужно, ээээ, корректировать, как мне кажется, вашу поведенческую модель. Чтобы вы и ребёнку не навредили, да? Чтобы у ребёнка не было травмы какой-то. Вот. Ну, и чтобы вы при этом так же чувствовали себя, эээ, ну, достаточно хорошо. Чтобы вы себя, вот, ну, в какой-то степени тоже не, ээээ, не зажимали, не обделяли. Ну, это, ну, довольно важно. Вот, пожалуй, я бы такой ответ мог бы вам дать. То есть, повторюсь, эээ, начинать нужно с того, что для вас означает пора. Вот, пора – это как? Пора – это что? Да? И вот от этого уже отталкиваться. Вот. На это, как бы, уже смотреть. И с этого, собственно говоря, и начинать работу. Начинать психотерапию. Вот. Эээ, самым идеальным, эээ, вариантом, было бы, эээ, вместе с мужем, вам, обратиться к психологу и начать прорабатывать. Вот это, вот это все. В том числе и ваши отношения. Потому что отношения с мужем вашим, скорее всего, являются такой, вот, знаете как, ну, такой, эээ, почвой, скажем так, эээ, почвой, ну, благодатной почвой, что ли. Для того, чтобы, эээ, чувствовать, эээ, ну, то, чтобы вы чувствуете, эээ, то, что вы чувствуете. Скорее всего. Эээ, естественно, естественно. Это все не точно. Естественно, это все предположение. Я не могу, эээ, вот, как бы, ну, эээ, с уверенностью говорить, что все обстоит так. Да? Вот. Ну, а совершенно точно угадывается ощущение свободы в том, что вы делаете, в том, что вы, эээ, в том, как вы, вот, ну, позиционируете себя, ээээ, ну, вот, по отношению к, эээ, к своему ребенку. Вот. И совершенно точно угадывается некое, как, некое такое, вот, ну, знаете, как, эээ, ну, некое заставление себя, как будто бы. Вот. И, конечно же, это не может, не может, не может не быть проблемой. Конечно же. Вот. Вот. Поэтому, да, сейчас вам нужна психотерапия. Поэтому да, сейчас вам нужно, ну, над собой работать, не только для ребенка, но и для себя. Самое главное вот, чтобы вы это готовы были сделать именно для себя. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.